Всем привет, чуваки! Добро пожаловать в новый влог, добро пожаловать в новое видео! Короче, сидел я такой и думал, а чей-то у меня GoPro лежит на полочке и интересно, каково посмотреть на картинку GoPro в 2021 году? GoPro, напомню мне, GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Какого года? Вот такого! Горошка на заднем сиденье, съемка в каких-то потемках. Как качество, как качество, прием. Мы приехали в Папа Джонс за пиццей, потому что появилась веганская пицца, которую мы просто уже подсели на нее и очень хотим ее есть постоянно. Но на самом деле мы ее постоянно, конечно же, не едим. Сейчас мы берем пиццу и едем в гости. Возможно кататься на скейте и летать на дроне. Но это не точно. Алиса уже несет пиццу, пиццу, пиццу. О, давай-давай, Горош, Горош, давай-давай! С шумом, с шумом встречаем, с шумом! Привет! Привет! О, 40 сантиметров! Но это не на двоих, конечно же. О, маза-маза-фака! У нас тут, ребята, вовсю все цветет. Ну, почти все. Вот эта вишня скоро такими заполыхает цветами, что просто обалдеть будет, потому что каждая вот эта штука зацветет розовыми лепесточками. Да, Горош? 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 Горош, я с тобой говорю, я с тобой говорю. А вот вам, кстати, доказательства того, что уже цветет что-то. Например, нарциссы погнали. Вчера мы с Алисой гуляли в городе и уже видели тюльпаны. Дикие тюльпаны такие, которые просто как сорняк, знаете, растут. Что? Вот так. Как настоящий. Да-да-да-да-да. Тянется. Да-да-да. Сыр израильский. Да? Только у них он есть. Так его не купить. Это острый перец. Это очень острый перец. Ну, такой. Чуть-чуть можно надкусить и понять. Сейчас, ребята, мы с вами будем взлетать. Но не факт, что я буду показывать, что там будет наверху. Потому что этот влог экспериментальный на чисто на GoPro. Блин, знаете, что мне в ней не хватает? Это, конечно же, стабилизация. Почему я вообще ее взял? Потому что мне захотелось посмотреть, насколько можно... Интересно... Короче, какая картинка на эту старую камеру в наше время? Потому что я тут засмотрелся на Sony старую F... Как он, короче, FDR, по-моему, да? FDR X3000. На которую многие блогеры снимают до сих пор. А камере уже три года. И год как она уже не производится. И я такой смотрю. Она, в принципе, есть где-то и новая продается. Новая там 35. Если есть еще где-то у кого-то на складе. А БУ можно и за 18 тысяч взять. Ну вот сейчас, да, сейчас ровно. Не шалит. По чуть-чуть опускается, я смотрю. Но держится. Отвечаю на вопрос, что я здесь вообще фигней страдаю с этим коптером. Короче, у нас с одним моторчиком случилась какая-то непонятная фигня. То, что он начал туго крутиться. И очень часто коптер у нас пытался улететь куда-то сам. То в водохранилище, то на море, то в обрыв. Вот. И сейчас я его специально течу. Хочу максимально убить батарею. И максимально долго, чтобы он крутился. Но пока адекватно себя ведет. Тест прошел успешно. Полетал как следует. Истратил всю батарею. И ни одного косяка. Чиза! Если честно, мне даже хотелось, чтобы он сейчас косячил. Потому что у меня уже мысли были нести его в ремонт. Но он нормально, адекватно летает. И не знаю, может быть дать ему еще просраться, так сказать. Зарядить и как-нибудь так вот просто дать ему поработать, полетать. Я даже достаточно высоко поднимался. Ну, то есть на небезопасную для него высоту. Если он вдруг отключится и упадет. Ребята, снимаю напротив окна. Кстати, в 2015 году недавно попадал на эти кадры. Когда мы переехали только сюда, в Краснодар. Здесь же на фоне вот этого окна. Только не было штор. У нас здесь была вот эта комната гостевая. Мы здесь с Алисой жили, пока не переехали в квартиру. И я здесь снимал. И я такой смотрелся. Блин, неплохие кадры, неплохие кадры. Поэтому меня вот это еще сподвигло. Я просто смотрю, гоупроха стоит на полочке, просто как в музее. Почему бы не поюзать ее? Вот. Ну и звук. Сейчас все эти гоупрохи стали новые. Они стали водонепроницаемые. Из-за этого у них какой-то глухой звук. Ну, я так полагаю, что из-за этого. Можно, конечно, дополнительно модуль купить, который там мультимодуль, чего-то там микрофон у него. Вон там свет и всякое такое. Но это уже совсем не то. Это уже не та гоупроха, которая вот просто коробочка с объективом, с одной кнопкой, без всяких экранов. Поэтому мне вот очень уж так прям манит Sony. Так что если у кого-то есть Sony X3000, которая 4K, экшн-камера, вы уж моих нити дайте знать. Дайте на тест ее, если не жалко. Я бы с удовольствием потестил. Оставлю ваши все данные, какие нужны вам. Ну, в общем, хочется посмотреть, на что способна она во влоговом режиме. Хотя и так понятно, куча влогеров снимают на нее. Но, типа, самому пощупать. Это совсем другая история. Выходной день продолжается. Алиса опять в телефоне. Это уже прикол. Пишите в комментариях, кто понял. Прикол. Просто можете писать, типа, под влогами будет наша такая внутривлоговая фишечка. Как только вы видите, что Алиса в телефоне в кадре, можете хрон писать, типа, такая-то минута, такая-то минута, там, Алиса, Алиса и телефон. Что это такое? Я просто сел внезапно, включая камеру. Короче, выходные еще продолжаются. Еще не закончились. Едем домой. Будем смотреть фильм какую-нибудь классную. Едем по колдобинам, вообще по морям, вот таким вот. Слева не есть. Там бетонная фигня какая-то. Вот здесь слева? Да, да, да. Ну, я и прямо не поеду. Вот дом классный. Цвет, как вам? Как вам цвет? Каждый раз мы проезжаем и каждый раз офигеваем просто. Мы просто думаем, как людей подставили, интересно. Ну, типа, это классный цвет, да, либо такие, да вот, они хотим зеленый дом. Зеленый дом? Да. Пожалуйста. Типа, вот вам 43 банки зеленой краски, а ничего не знаю, кислотно-зеленая какая-то. Ну вот. Ну, это все, что я хотел сказать. А вот пример более-менее прикольного домика, да? Да. Только одного, наверное. Ну, почему? Ну, правый прикольно выглядит, чем левый. Но если были бы окна, конечно, коричневый был бы лучше. Зато заборы, ворота деревянные, это просто круто. Да, да. Краснодар, Краснодар. Ямки, ямки, обосраться. Так и нет дорог за шесть лет. Не появились они, где мы ездим. Горош. Гороша? Привет. Вот так каждый день на 54 этаж три раза. Туда-обратно. Эй, морда желтая. Поможем? Желтой ротик, блин. Ну-ка, иди сюда. Делайте. Раз, и белая стала. Стоит сразу. Да не лежи, не надо. Какая за чуха не могу вообще. Приходится ее в такую погоду сушить, потому что иначе, если не сушить, начнет потом мерзнуть и ссаться, блин. Ну что, ребята, влог подошел к концу. Жмите большие пальцы вверх, пишите свои комментарии, рассчитывайте, рассматривайте, рассматривайте, рассматривайте этот влог как просто эксперимент. Ну, в старом формате, просто показал день. Но эксперимент именно этой камеры, каково посмотреть на картинку 2013 года, в 2021 году, 7 лет спустя. И если у кого-то есть Sony X3000 экшн-камера, то welcome, пишите в директ Инстаграм. И, кстати, пишите на Инстаграм, там активно мы с Алисой постим всякие штучки, истории и все прочее. Все, увидимся с вами в следующем видосе. Пожалуйста, кстати, пожалуйста, посмотрите мою трилогию, трилогию видосиков про 24 кадра в секунду, про черно-белое кино и свежий видосик про кино на пленку. Я буду вам безумно благодарен, на Patreon, кстати, мы выкладывали еще влог, вот, про Patreon еще заикнулся. Ссылки все в описании, увидимся с вами. Покеда!